Представляю вам соперников. Боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 25 лет, рост 168 см, вес 62,45 кг. Профессиональный рекорд, 7 побед при 3 поражениях. Лейзи джентльмен, he's 25 years old, standing 168 cm tall, official weight 62,45 кг. His professional record, 7 victors and the 3 losses. Изовска, Россия, приветствуйте Игорь Олочанов. А вот его соперник в красном углу. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 30 лет, его рост 167 см, вес 61,7 кг. Профессиональный рекорд, 14 побед, 11 поражений. Лейзи джентльмен, he's 13 years old. He stands 167 cm tall, weigh in at 61,7 кг. His professional record, 14 victors with 11 defeats. Из Санкт-Петербурга, Россия, приветствуйте Никита Чистяков. Рефери-поединка Максим Протасов. Капа, Капа покажи мне. Капа. Ждем парня, не дорожимся. Максим Протасов рассудит Никиту Чистякова и Игоря Олченова. Но с точки зрения выступлений в профессионалах, конечно, большая разница. Со словом, гораздо опытнее Никита. Готов? Готов? Готов, байпер! Поехали! Бой проходит дома у Никиты Чистякова. Это хороший шанс для того, чтобы немного перезагрузиться и, может быть, перезапустить свою карьеру. Просторонняя стойка, чем тем временем у Олченова. Хайкик он попробовал. Хлесткий по ближней ноге. Плохо. Меняет стойку Игорь и Локи. Да, будучи самбистом, насколько я понял из его статистических данных о базе, он выглядит, как Стивен Томпсон, который каратист, широко расставляет ноги. Да, посмотрите, как руки держит с разножки. Там хотел то ли ногой попасть, то ли Супермен Банч придумать. В итоге ничего не получилось и, возможно, запутался в собственных мыслях Игоря Олченова. Хайкик уже от Никиты Чистякова. Видно, что Олченов готов рисковать. И он здесь для этого, потому как он идет вперед, потому как он вариативно может действовать и хочет, пока не очень много получается, но он заряжен. Активно перемещаются бойцы по клетке. Никита Чистяков привык к постоянному прессингу. В последних боях так уж точно, пока без точных попаданий. Но очень много фиксов. И вот такая вертушка по бедру. Довольно интересно, а вот Никита? И она дошла. И приходится постоянно в кошке-мышке играть Олченову с Чистяковым. Ух ты, удар вопросом. Здорово. Есть такой нерв, да, у этого поединка. И слева хорошая скоростная атака провела Олченов. Но опять же, оборонительные редуты выдерживают. Локоть снизу тоже показывал Игорь. Плохо обрабатывает ноги Чистяков. Кстати, раз за разом там уже организовал такие кровоподтеки красного цвета. И на правой, и на левой с разных сторон. А будет ли борьба в этом поединке? Две минуты уже позади. Ищет вот на сближении как раз Олченов. Но все вдогонку. Все пока не получается ему ухватиться за... Все в порядке, бой продолжается. Пауза не потребовалась. Все движение. Откровенно выцеливает на правый прямой. Или вот такой даже правый боковой Игорь Олченов. И видит это Никита Чистяков. Борьба в стойке. Первый эпизод с борьбой в этом поединке. Очень важный момент. Пытается поработать руками здесь по бедру. Никита Чистяков. Ногу не заводит. Лишних сил старается Чистяков не тратить. Игорь Олченов стоит. Очень быстро реагирует Протасов на прихватывание сетки. Успели там что-то сказать друг другу бойцам. Очень любопытно. Потом поговорим после поединка уже об этом. По икре. Кик прописан. Олченов. Кроме лоу-киков пока у Чистякова сложно отметить что-то. Но очень для себя правильно, безусловно. Он шикарно меняет диспозицию. И очень хорошо уходит от вот этих атак. И в очередной раз это у него получается. Ну и опять же, раскатываю поединок с точки зрения логики 3D. Доминирование. Количество времени этого доминирования. И урон, конечно. То есть, damage, duration, domination. Значит, вот с этой точки зрения лучше выглядит именно Игорь Алченов. Чуть агрессивнее. Да, безусловно. Никто уход от поединка оценивать не будет. Только урон, только действительно повреждения, только попадания. Ну и он контролирует территорию, так скажем. В большей степени. Начинай, начинай, начинай. Спокойно, все, спокойно, все. Сам, 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 сам. Раз за разом Игорь Алченов делает одно и то же. И уже привык Никита Чистяков к этим выпадам. Давай, 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 давай. Меняет стойки в надежде, чтобы немножко запутать. Вот джеб зашел абсолютно точно. Времени уже мало. Вот просто по количеству выборчатых ударов преимущество Игоря Алченова кажется как минимум двукратное. А по точкам все довольно скудно. И с той, с другой стороны. Хотя хорошие ноги. И с разложки вертушка. Вот это да. Максимально разнообразно отработал Игорь Алченов. В концовке локоть снизу не стал выбрасывать перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Компирали красивые. Продолжение следует... 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 Верняка он будет рисковать. Вопрос в том, что случится это во втором раунде или в третьем? А кто знает, стоит ли рисковать? Тоже хороший вопрос. Может для него как раз-таки более правильно такой тактический поединок провести и одержать, попытаться одержать победу. Но при этом мы понимаем, что ему надо добавлять. Конечно. Времени уже мало. Последняя минута второго раунда. Выиграть этот отрезок, Никите, будет очень сложно. Если прямо сейчас он проведет какой-то суперудар с нокдауном, то не факт. Второй раз это делает Игорь. С разножки шикарно. И видно, что такие ритуальные танцы у Игоря Алчонова даже совмещаются с ударной техникой. Смена стойки плюс удар с разножки. Хорошая комбинация. Редко ее можно увидеть действительно на таком уровне. Но опять же, Игорь Алчонов, человек, у которого есть свой стиль. Да, он основан на компиляции стилей известных других бойцов. Но опять же, он делает это по-своему, своеобразно. Не забывает играть на публику. Хороший прессинг. И вот такая попытка пробить. Ну что ж, перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Который мы сейчас с вами смотрим. Статистика 49 на 9 по ударам. И тут все понятно. И фаша поддержка. Игорь Алчонова. Игорь Алчонова. Отдельно можно разбирать то, как финти-то Игорь Алчонов. Здесь опять не хватает немножко дистанции. Есть аналогии с техникой Стива Томпсона. Не поспоришь. Ром действительно. А элементами это похоже и на летом отчета. Да, вне всяких сомнений. Попытка фронт-киков в том числе. Да, очень большой каратистка. Алчонова. Такое ощущение, что многие в зале и, может быть, у экран-кризера ждут, что Никита в какой-то момент включится, взорвется, потратится. Но пока этого не происходит. Зацепил здесь Игорь и борьбу не идет. Вы посмотрите, какая техника лоу-киков. Икра отбивает, там бедра тоже. Пока Игорь представляет собой супер зрелищного бойца. Даже при таком, в общем, не самом мощном поединке. Да, дает подняться. 3.20 до конца боя. Видно, что и футбол любит Игорь Алчонов. Поиграл немножко, попасовался, скажем так. Понабивал. О, а вот здесь опасен частиков. Давайте не забываем. Да, есть такой удар в NMA по званию пенальти. Пенальти, но в лиге ИСЕИ петь удары запрещены. То есть ногой в голову, когда оппонент находится на настили. Финтит, финтит Алчонов. Точнее, не пенальти, а сокер-кик вот называется. Еще попытка достать до корпуса. Отходит вновь Чистяков. Заход в борьбу. В одну ногу. А вот здесь очень важный момент. И проверка наступает для Алчонова с точки зрения защиты. И как его пробарывает Чистяков. Браво. Докатил, зацепил дальнюю ногу. Очень вовремя Никита Чистяков. Гард закрыт. Но опять же, здесь останавливаться ни в коем случае нельзя. Самое главное, почему не получалось у Никиты Чистякова бороться раньше. Прорваться дальше не получается. Приподнимаются методические Никиты Чистяков. И как раз события разворачиваются прямо у него в угло. Слушает от своих секундантов. Призывают его бить локтем. Призывают разжать гард. Ведут по времени, напоминаю, что нужно делать. Очень хорошо и бьешь здесь. Да-да-да. Разбивай, разбивай. Все, не суетись. Корпус, голова и... На самом деле, активности немного не хватает. Пытается развернуться здесь по сетке Алчонов. Но на самом деле, становится дальше как раз от нее. И хотя мог подняться. Вот здесь локоть неплохо подключил. Но при этом не оттягивается от соперника. Не отжимает от себя Игорь. Оппонента работает там, в том числе, по плечу. И еще минута. Работа ведется. И что там, в глаз был тычок? Но не видел Никита Чистяков, куда он наносит удар. Скорее, случайное попадание. Бей, 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 бей. Сам бей, сам бей. Да, просто пощечин отвешивает сейчас Игорь Алчонов. И локти по голове, как завелся, накопил будто силы Игорь. Ученов сегодня много чего показал с точки зрения техники нанесения ударов ногами. В первую очередь. Ну и вообще ударная техника очень интересная у этого парня. Как будто бы Игорь в первую очередь зрителям. Да, и в том числе еще и организатор турнира, руководство лиги показывает. Я умею работать и вот так. Время вышло. Мы ждем решения. И послушаем, что скажет победитель после этого боя. Поднимает руки Никита Чистяков. Собираются судейские карточки. У одного специалиста 2-1 по раундам в пользу Игоря Алчонова. Посмотрим, что у остальных. И вполне возможно, что действительно оценки будут точно такие же вообще на всех судейских карточках. Но не будем забегать вперед. Очень интересный боец Игорь Алченов. А вот что дальше в карьере Никиты. Вот это интересно. Дамы и господа, по завершении поединка обратимся к судейским запискам. Судьи 1, 2, 3 и 5 одинаково оценили поединок 29-28. И судья номер 4, 30-27. Джордж 4, 30-27. Таким образом, единогласным решением победу одержал. И победа, Игорь Алченов, Игорь Алченов. Игорь Алченов, Омск, Россия. Поздравляем Игоря Алченова. Яркое выступление и заслуженная победа. Игорь, я не поздравляю тебя с победой. Дайте шума для Алченова. Петербург. Это было настоящее выступление. Ты на многих произвел впечатление. Я видел, как качали головами те, кто сидит возле клетки. Какие у тебя впечатления по бою? Впечатления по бою? А, сначала приветствую, Питер. По бою очень классные, очень понравилось. Вообще, все на высшем уровне, все понравилось. Ты набивался буквально здесь, в центре клетки, на бедренных частях. Это часть твоего геймплана или это просто такое поведение шоумена в клетке? Нет, я вышел, да, драться так, но я хотел, чтобы люди на меня обратили внимание. Пытался что-то делать. Коротко тогда, какие планы, чего бы ты хотел дальше? Лига ИСИА – это моя мечта. Я хочу забрать в этой лиге пояс. И хочу контракт. И хочу сказать огромное спасибо лиге, что дали эту возможность. И сегодня у меня день рождения у брата, родного старшего. И спасибо моим секундантам. Они у меня огненные. С нетерпением же возвращение в клетку Игоря Алчуна. С тякомна. Продолжение следует...